Всем привет, наши друзья, наши подписчики и зрители нашего канала. Всем-всем большой привет. Привет из Черногории, город Будва. Мы проснулись, смотрите, с таким замечательным видом. И вот я стою на балконе нашей виллы и просто вообще любуюсь. Даже не хочется никуда выходить. Вот впереди у нас море. Метров 600 до моря. Даже можно, наверное, сказать меньше. Ну, полкилометра, 500 метров. Вода спокойная. Смотрите, как все сверкает на солнышке. Выспались отлично. Настроение тоже у нас чудесное. Сегодня мы решили никуда не ездить, а посмотреть городок Будва. Потому что завтра мы уже переезжаем в новый отель. Надеюсь, у нас не разочарует, потому что вот здесь стоя на балконе, можно любоваться вот на горы посмотрел, на море посмотрел. На самом деле вид вот в этом месте расположения, вилла Ария, просто чудесный. Напишу ссылку на виллу, если кого заинтересует. Да, немножко к морю, вот немножко спускаемся. Видите, вниз-вниз-вниз. Ну, зато высоко стою, далеко гляжу. Так что сейчас мы с вами идем на завтрак. И потом пойдем с вами на пляж и будем купаться, загорать. Видите, вот строится. Прямо вот впритык, смотрите, да, строится. Он мужчина, видите, с газетку читает, загорает. Вот здесь только что люди пили кофе. Мы сегодня тоже, наверное, на завтрак, как был на улице, я так думаю, да? Да, тепло, хорошо, с каждым днем все становится теплее и теплее. Это похолодание несколько дней было, почему-то. Да, несколько дней было похолодание. Так, ну все, собираемся на завтрак. Юра там в поиске, в поиске чего-то ходит. Я не в поиске, я жду вас. Когда вы все-таки соберетесь, мы... Что, что? Даже голос сорвался. Вчера ты пел, пела, сегодня. Пел, мне душа поет, но вы не хотите собираться и не хотите идти. Не-не, мы все идем. Как хорошо тут на нашей Вилле. Прямо вообще, мне нравится, что комната вот туда дальняя и уже комната Лены. Как бы мы живем в одной квартире, но в разных комнатах. Хорошая сантехника. Мы вам уже показывали Вилейру и Бош. В общем, атмосфера здесь, конечно, чудесная и замечательный вид на горы и на море. Я, допустим, радуюсь. У нас такого нету, такой природы. У нас равнина. Но здесь смена другого места, смена ландшафта. Глаза радуются просто-напросто. Почему? Почему, например, не порадоваться всему этому? Так все радуемся. Ну, радуйся. Только радуйся-то повеселее. Значит, я-то считаю, что я невеселая радуюсь. Ну, ты внешне не даешь выхода эмоций своим. Вот так вот. Не даешь. Не даю эмоциям выход. Вызываем лифт. О, никого в зале. Нам, когда мы заезжали, она посмотрела, девушка на нас на ресепшнере. Тренажерный зал с вами на этаже. То есть намекнула, что нам нужно ходить в тренажерный зал. Ну, Юра вчера занимался. Мы вчера были в сауне. Вообще чудесно. Сам включаешь себе сауну. Вот это мне, конечно, очень нравится. По-моему, очень. Включаешь и сидишь. Слушай, как здесь классно вообще вот это мотель. Вот. В любое время суток. Ни от кого не зависишь. Да? Не закрывают вообще. Какая прелесть. Нет, здесь это вообще очень здорово, что я... Все рядышком. Я буду скучать по нашей вилле. Второй этаж. И лифт, да? Все-таки, мне кажется. Мне надо третажа. Да. Вообще шикарно. Сразу заходим на завтрак. Так, что мы будем? Давайте на... Да, я предлагаю тоже на улице. О, котейка эта вот эта вот, смотри. наша. Кто тут? Кто тут? А мы можем усоединить вас. Ой, тикотейки. И малыши, смотри, с нею. Дай-ка, дай-ди-ка. Мы тоже хочу. Малыши какие. Малышки. Малышки. Мы не только одни, мы хотим завтракать, да? А чего они едят, интересно? Надо сырочек. Ой, сколько три. Сейчас сырочек валит. Ты красивые. Тут прямо копия мамка пришел. И какие красавчики. Пойдемте покушаем. Мы самые первые вчера были. Так. Давай, Игорь, тарелочку. Давай, у нас тоже тарелочку. А, бастурмы сегодня нет. А, есть, переставили. Оливки, кстати, вкусные. Блинчики. Она там, грубо говоря, скажет, все снимает и снимает. Да, никогда люди помидоров не видели. А это кефир у нас, кстати. Юр, ты любишь? Кефирчик. Соки, мюсли. Мне кажется, это не кефир. О, соль дым съели. Вот такой завтрак. Сосисчику. Для кошечки. Да? На. Пойдем. Это так особо, чтобы они не видели. Это маленькому дать. О, смотри. Вот эта кошка большая. Она, видать, сразу видна. Не мать. На, дайди, кс-кс-кс-кс. Тикайки. Рога сзади. Тикайки. Все. На завтрак мне понравился этот бекон. Ой, а что я там оставила свои? Запалили нас. С это мелко, мы не даем большие кошки кушать. Так, вот взяли овощи, кабачки. Юра, что ты такое взял, папа? Подай-ка, папа. Какая хитрая. Ты... Я... Йогурт. Ну, такой вкусный, по-бабы. Потому что молочное, я считаю, что это гораздо полезнее, чем... Лен, аккуратнее, чтобы мы ее не видели. Чем соки из пакетов. Не, конечно. Поэтому я решил более... Давай, а насколько... Не-не, вкусно. В Черногории она вообще славится едой. Значит, две кошки мамы, я так понимаю, и четыре из них котенка. Не знаю. Сейчас с котятами. Да. Давай есть. Давай есть. Поехали себе арбузик. Мне так вот эта бастурма нравится. Ты что, ты же поел уже? Я поел, вот подошли сотрудники отеля и сделали... Но не сделали. Мне сказали, что передать Лене, чтобы она не кормила кошек. Это не очень красиво. И вплоть до штрафных санкций. Но это и я бы, например, тоже, будучи с этим руководителем, тоже запретил бы кормить. Хорошенький. Лен, а Юра сочиняет, что подошли? Нет, она... Нет, она... Нет, а Юра сочиняет, что подошли сотрудники? Нет, конечно, сочиняю. Нет, только что подходили. А, это ты сочинился. Нет, не сочинялся. Юра, принеси мне один блинчик, пожалуйста. Один единственный. Блинчик один. Я хочу пастурму с блинчиком. Хорошенькие, маленькие. Хорошенькие такие. Завтрак с котятами. Ну, их все равно, конечно, тут подкармливают, мне кажется, конечно. Ну, конечно, у нас уже весь пол такой. Я бы на месте персонала дала бы нам тряпку в зубы и сказала бы, мойте. Ну, холодно, конечно, еще доедает. Я не пойму, чьи все дети. Вот это у белых какие. Или это все черные дети, они все... А яичницу они едят? Сейчас Юра сам приз позовет это, персоналов к тебе. Или нет? Вот этот серый, молодец. Нет, у меня осталась яичница. Куда мне на тарелке? Не едят, если они ее едят. Не едят. Они ее не едят. Надо убрать. Пушки едят. Вот эта белая, света какая чистая, чистая, красивая какая. Дим, читаю комментарии, мне люди пишут, Оксана, мол, вилла не ваша, номер в вилле. А я говорю, а у меня как будто вилла наша. Юра, Юра, слушай. Тише, все, иди отсюда. Пришел, разогнал всех котов. Молодец, Юра. Обижает животных. В общем, так замечательно перекусили с таким прекрасным видом. Вообще, так здорово, на террасе. Кофеек попили. Сидит, Юра, вот смотри, под туйня. Наслаждается жизнью. Кошаки около нас. Всех накормили. Всех. Всех местных кошаков. Тут сейчас голуби прилетят, кошки. Юра не одобряет. Ну и что? Так, а мы сейчас с вами идем на море. Кошки красивые все. Вкусно. Кофе нам принесли. Атмосфера, сейчас покажу. Смотри, вот это одну виллу, а другой отделяет вот эти вот туи. Полный порядок. Я говорю, полный порядок. И вот следующее уже вилла. И следующее. А здесь кто живет на высоком этаже, над нами, могут здесь, да, спускаться, получается, в ресторан? Чтобы не ездить на лифте. Прекрасный завтрак в прекрасном отеле. Потянулись. Пойдем купальник оденем. И все. И пойдемте с вами. Наелись от души. Так, все. Выходим мы на улицу. Спросили у работника отеля. И говорит, виллу уже в 2015 году построена. Идеальная чистота. Просто, ребят. Идеальная. Еще строят комплекс выше. С бассейном. Молодцы. А вы видели, какая сауна шикарная. Не, я вообще в восторге от этой виллы. Хоть она и высоко. С грамотой приезжаем, да, Юр? Мне она нравится. Мне тоже она очень нравится. Именно обхождением персонала, что убираются хорошо. И великолепная сантехника. Вот они, да, строят выше. Вот это вот, получается, они сказали, еще выше строят. Ну, у них выше. Он же сказал выше. Значит, скорее всего, да. Он сказал на 90% уже готовность. Ну, да. Может быть, даже это... Лена, смотри. Наверное, вот это выше строят. Да. Молодцы. Посмотрим, в какую виллу завтра переедем, друзья. Ну, вот это вот... Я не могу... Я просто с Юрой вчера были в сауне. Я говорю, как хочется, чтобы у нас вот так вот приехал, да, замерз и в сауну дома. Я не могу... Восторги. Просто полный восторг. Нет, вот ты обрати внимание, как хорошо. Мы пришли, тренажерный зал, все время открыт. Все открыто, да. Не по часам. Хочешь в 5 утра встать, да. Включил, включил баню. Стопил. И все. И можешь погреться. А сейчас мы с вами идем на пляж. Мы все время ходили влево. А сегодня пойдем вправо. Да, вот, кстати, я вот с мужчиной поговорил, который, мальчиком, который на ресепшене, который работает. Очень интересно. И что меня удивило, ну, может быть, не удивило, что его знание русского языка. Он очень хорошо по-русски говорит. Да, он нас спас, потому что я нечаянно отминила бронирование. Ну, в самолете. Просто, ну, у нас аккаунт. Не он? Нет, это женщина. Я с ним разговаривала, с парнем. С парнем? Конечно, я уже сидя в самолете, хорошо, у меня был интернет, я позвонила, говорю, я нечаянно отменила. Он говорит, нет, нет, мы вас ждем, вы не переживайте. Нет, это парень был, а потому что вот женщина или девушка, ну, она с Украины, я так понял, она встала. Да. И что она это все... Нет, они вдвоем были, она сказала, когда я звонила. Да, разговаривала с парнем. Я еще пыталась ему по-английски сказать, пык-мык, он мне говорит, говорите по-русски. А я объяснить хотела, что я, как всегда, в своем репертуаре. Дорогу здесь, конечно, переходить не очень хорошо. Не то, что не особо, вообще не пропускают. Что могу сказать, что в Болгарии, допустим, более пешеходам относятся лучше гораздо. Да и у нас тоже... Не, у нас вообще сейчас в Москве пропускают все. Такого сейчас нет, чтобы они не слизили. Да, с такой скоростью. Ну, здесь, наверное, может, еще у меня наша трасса такая, какая-то скоростная. Мало людей. Людей-то мало, так иначе. Ну, как мало, мы всегда дорогу переходим. Что это такое? Что за дерево такое? А это, не знаю. Какие-то маленькие плоды такие есть. Пока дойдем, пока все деревья посмотрим, уже обед будет. Наедим, потому что, кстати, по манере разговора... Ну, давай, рассказывай, что там узнал. Что мне, вот, молодой человек на ресепшн я рассказал про кладбище. Что это старое кладбище. Что здесь... Это кладбище строилось для нескольких семей. И... Ну, естественно, здесь никто не подзахоронит. Но это... Оно стало как семейное. И туннель уходит вниз. И внизу оно еще разделяется. Может разделяться. То есть там как... Как ходы. И женщины захораниваются... Бывает, что женщины захораниваются отдельно, мужчины отдельно. То есть в разные там это... А где же у них туннель-спуск? Вот вниз уходит. Вот видишь, скользь сильно. А-а-а. Очень глубоко, да? Да, уходит выше. Очень сильно глубоко вниз. И дальше уже... Еще разлетление, да? Да. А, это памятник для одной семьи, да? Да, это все это. И там это все дальше-дальше уходит это... Вниз. И довольно-таки глубоко. Угу. Так, мы идем с вами направо. То есть что самое интересное? Ну, я говорю. И мальчики одели, и девочки одели. Так, а когда у нас Юрошопинг еще нужно нам успеть, слышишь? 50% скидки написаны. Зайдем попозже куда-нибудь. Ни одного шоппинга еще не было у нас с вами. Один евро, а мы с тобой... Один шарик, один евро. А кофе с собой тоже один евро. Домашнее мороженое, четыре шарика, один евро. Ну, смотри, у нас есть один евро. Хочешь? Или попозже? Попозже, когда будем уже с пляжей идти. Так, котки вот это где мы, в старом городе. Угу. Один шарик, один евро. А здесь четыре шарика. В каком городе, ты говоришь, мы были один евро? Коттер. Коттер, ну а искал коттер. А, ты сказал коттер? Да, искал коттер. Слушай, здесь много... О, скитчерс наши. Ну-ка, у меня на кроссовки потом зайти. Скитчерс. Сейчас я посмотрю. Очень хорошая фирма. Мне нравится. Ну, зайду, выберу себе потом кроссовки. Вот это какой большой отель. Дуклей. Дуклей резидент. Вон там все, видите, вилы, вилы. Здесь магазинчик. Мы идем. Вот у нас, смотрите, как тоже супермаркет, близко. Прелесть нашего отеля. То, что он семейный. Семейный. Я тоже люблю семейные. Поэтому вот какие-то такие вот нюансы. Очень, очень нравится мне. Да, есть посуда. Ну, хотя бы кружки такие. Мелочи всякие. Мелочи, штопор, допустим. Мелочи, штопор, да. Попустим, какой-то тарелки. И, конечно, персонал очень. Вот единственное, чтобы я там не заметил. Отличные. И доски. Вот я бы еще бы там. Да ладно, когда тебе там гладится. Для сушки. Для сушки бы. Он хороший, да, отель Овала? Ага. Я думаю, что, если, например, ты попросишь, что тебе дадут. И сушку дадут, и утюг тебе дадут. Да нет, все дадут, конечно. Большой отель. Смотри, сколько. Ну, они там в отелях уже, Юрий, номера. Знаешь, какие дорогие мы смотрели. А вот, смотри, высоко-высоко еще виллы находятся. У нас сегодня, говорила с родителями, с подругой, с Леной. Ой, говорит, погода, не пойми чего. Пасмурно, говорит. Так, говорит, рада за вас, что у вас такое солнышко и море. И вот у нас, да, после Сербии, Юр, как чувствуется разница? Нет, ну, просто хочу сказать, что погода хорошая. Если погода хорошая, то мы справились, конечно. Согласна с тобой. Ну, вот, а в Белграде мы же ничего не знали. У нас было совсем мало времени. Это красиво, смотри. А у нас тут где-то базар должен быть. О, старый город. Стена, замка, надо же, такая красота. Вообще, вот. Тут в каждом городе есть что посмотреть. Которс. Надо же, как красиво, это же вот, типа вот, от мобильных... Лена, как называется город, мы вчера вот этот герцог останавливали? Герцог Нови? И вот нам написали уже зрители, но как же так, вы не зашли в старый город? Ну, если бы нам... Ребят, если бы... Да, если бы... Мы не по... Мы посмотрели, куда все пошли по набережной, мы за всеми. И многие там не были, потому что гида не слышно было. Мы вчера, да, спрашивали, где-то ходили. Потом мы вчера еще ходили, вечером интересовались экскурсиями. И в который, город, в который мы заезжали, там тоже гид должен был рассказать. Хотя бы 45 минут посвятить, где что находится. Ну, дело в том, что каждый город имел крепость. Это город-крепость от защиты от пиратов. Вот, смотри, 9-й, 17-й век. Главная площадь. Ой, как классно. Они здесь защищались, вот с моря, вот раз нападают. Ой, как нравится. Поэтому вот они все... Смотри, как красиво. Вообще обалденно. Ну, да. Тоже так считаю. Вот у нас какая красота. И не надо никуда уезжать. Табакошоп. Всегда это здесь тоже дорогие. 2,5 евро, 3,5. Цены разные. Сувенирный магазинчик. Ну, везде тарелочки, магнитики. Всякие, смотри, Лена, то, что... Лен, твоя коллекция прямо вижу. Помнишь, Юра, она такие в Стамбуле покупала наподобие? Ой, да, сейчас она будет в шоке. Мы нашли, Лена. Мы нашли твою любовь. Да. То, что ты искала всю свою жизнь. Да, только тот, этот, Сергей, похоже, как ты в Стамбуле купила. Открытки. Можно нам купить? Нам купить? Да. Ну, а зачем нам открытки? Я думала, что... У нас же есть, у меня есть... Да, мы не знали рядом. Мы же на экскурсию уехали, но мы, наверное, еще не знали. Спроси, сколько стоит. Прикольно. 0,5 евро. Нет, 0,5 евро. 0,5 евро, да. Ну, что, возьмем? Ну, давай, сколько что? Сейчас, посмотри, сколько у меня мелочи осталось. Разыграем, да? 40 рублей. Ну, не разыграем кому-нибудь, вышлем из подписчиков. Да? Выбирай пока. 40 рублей. Даже 45 получается. Что, какие? 3 бери. Вот это. 3 раз, да. А вот это мне не очень. Тебе понравилось? Вот это карта. Это ты себе оставишь. Ну, да. А вот 3, бери. Есть? Есть. Беру. Выбери с карты это себе. Она отправит одинаково. Вот эту вот красивую. Да, давай. Вот вам. 4. Так что. Ой, сувениров, сувениров. Я же видела в какой-то стране. Это же вот такие с оливком в Греции, что ли. Такие. Так, все. Открыточки нашим зрителям взяли. Будет у нас прямой эфир. Разыграем. Вот такие красивые. С наилучшими пожеланиями от нового дня. А где Лена?